Я всю жизнь думал, что я как-то мимо этой клиники пройду. Но думаю, может быть, меня рак-то и не зацепит. Оказывается, что нет, зацепил меня рак. Да еще, как зацепил? Ну, в принципе, вы должны понимать, да? Какой степень рака и в каком количестве болеет. То есть Г4, глиобластома. Почему я настолько долго живу? Потому что я верю в Бога нашего. И Господь мне сказал, Алексей, донеси до своего сведения, до сведения всех магнитогорцев и жителей всей России, из тех, кто говорят по-русски, и не только, кстати. Одни сведения, которые ты сам получил, благодаря Господу, естественно. Потому что если бы не Господь Бог, я бы уже крякнул, когда мне было год и три месяца. С глиобластома именно столько и живут. У меня возникает вопрос. Почему мы живем настолько мало? Сейчас объясню. Когда мы заболели глиобластомой, только тогда нам дают химию. А до этого химии нам не дается. Да-да-да. Вы уже дальше как-то сами разберитесь. Вопрос номер другой. Почему я сюда пришел? Почему я пришел сюда, вот в эту клинику? Как вы прекрасно понимаете, с глиобластомой у меня вторая группа инвалидности. И со второй группой инвалидности я здесь проторчал пять часов. Вот это была клевизна, да? То есть, по сути событий, первая и вторая группа инвалидности вам дает возможность чуть-чуть раньше в очереди-то встать. Понимаете? Чуть-чуть раньше так. Ну да ладно. То есть, это было просто идеальное состояние в душе и тело, когда у меня столько времени здесь проторчал я. Вопрос возникает совершенно другой. Я не против специалистов. Специалисты очень грамотные. Когда я пришел, мы пообщались, только быстро пообщались, естественно. Потому что все же должны понимать, почему я столько долго это изживу. То есть, но в связи с тем, что я протостоял здесь пять часов, есть такая у меня дивный вопрос. Господину Текслеру, везде и всюду написали, вы позвоните уж, а у меня немножко варианта другой. Что же я буду звонить? У меня есть интернет-ресурс, да, YouTube. Я бы хотел такую вещь ему сказать. Вы же представляете, если это YouTube, да, что мы должны вам объяснить? То есть, мы звоним господину Текслеру и объясняем. Раз мы такие навороченные и мы будем говорить, что Челябинская область, она настолько крутая, что мы практически не живем на дотациях, а может быть и живем, я даже не знаю. Так вот, в связи с тем, что от онкологии у нас умрет 65% населения, а вы-то не знали, я вам говорю, ну, в интернете залезьте-то, посмотрите, какое количество людей умрет. Я не против того, что вы сделали. Ну, а по-моему, это даже сделал Петр Иванович Сумин. К слову о том, что Петр Иванович Сумин как-то заботился о жителях нашей Челябинской области. И никогда транспортный налог не был такой идиотский, как один товарищ Юревич решил. А, раз вы едете на 600-х, так и платите, как москвичи. Я говорю, ребят, ну, нет у нас таких денег. Раньше 19 тысяч можно было за 600 МРС платить, 62 тысячи сейчас это явный перебор. И поэтому все ездят на чем? На хороших автомобилях, пикапах, с хорошими движками. А вот как-то не получается поездить на нормальных автомобилях, это очень нехорошо. К слову о том, если мы говорим про вот это вещи, да, то, чтобы было бы красиво, увеличить количество медицинского персонала в нашем онкологическом центре, почему нет? Вот. И раз мы такие настолько крутые, и раз мы собираемся до вас голосовать не один раз, естественно, да, и раз у нас все вообще очень хорошо, мы же Челябинская область, мы же крутизна. Вот. А в связи с тем, что у нас онкологические заболевания, так и прут, есть два варианта. Первый вариант, кстати, не таких больших денег стоит, это, естественно, Китай. В Китае пару врачей. На Челябинске сюда два, в Магнитогорске и пару переводчиков. Они все на английском языке великолепно болтают. Но если вы уж хотите конкретно лечить, то есть такая штука под названием Куба. Уж поверьте мне, я уж везде-везде проехал. Мне осталось только съездить во Вьетнам, коммунизм, где у нас есть, потому что я еще раз и неоднократно всем говорю, слушайте меня внимательно. Раковые заболевания лучше и качественно лечат все, где? В коммунизме, естественно. Поэтому я вам скажу, что идеальный вариант, это, конечно, Куба. Затем уже идет Китай. То есть вы поняли, да? Я заеду еще во Вьетнам, посмотрю, как там дело-то идут. И вы думаете, что на Кубе какие-то бешеные деньги? Да нет, конечно. Также берете двух хороших врачей на Челябинске, двух хороших врачей на Магнитогорск. И вот это будет совершенно все по-другому. Да, конечно, кое-что мы делать не умеем. И они нам скажут, возьмите, пожалуйста, конкретную сумму денег и переезжайте, лечитесь там. Так оно и будет. Вопросов нет. Потому что нам еще немножко далековато. Хотя, по сути событий. Вот видите, что с моей головой сделали, да? То есть, с моей головой, что с мной сделали, да? Три с половиной часа я лежал на операционном столе. Да? Круто-то было. Во! В меня залили полтора литра чужой крови. После этого я весь-то покрылся всякими шнягами. Ну да ладно. Вообще-то это делается немножко по-другому. К слову о том, что у вас же есть деньги. Уж поверьте мне. Так вот, операция на головном мозге делается в сознании пациента. Она делается, эта операция, 45 минут. Во всем мире, естественно. А вы не знали? Да залезьте в интернет и посмотрите в конце-то концов, твою мать! Бараны тупорылые. По-другому я уже говорить не могу. 45 минут делается эта операция. Вот и все. Ну возьмите денежки. Да сделайте это у нас. Что в этом плохого? Потому что я прекрасно понимаю, что Челябинская область, она очень хорошо лечит раковые заболевания. Потому что была такая штука, а вы, наверное, забыли. Опять же говорю. В свое время у нас проблемки были рядом с Челябинской областью, там на северах, немножко отсюда, километров 200. Река Теча, помните? Не помните? Залезьте, пожалуйста, в интернет, посмотрите. То есть мы работали, мы лечили и очень лечили хорошо рак мозга. И именно поэтому я, естественно, здесь живу. Вот и все. То есть немного надо денег, по сути событий, ну, грубо говоря, по 5 миллионов туда и 5 миллионов сюда, да? Этого на все реально хватит. Я имею в виду обыкновенных рублей, и не долларов. Зачем вы там думаете? И все. И мы начнем лечить рак. Лучше, чем где-либо. Вот я о чем говорю. Я не буду говорить, что 5 часов здесь это необходимость. Нет, это, конечно, не есть необходимость. Но необходимость в следующем. Вот такое мое письмо господину Текслеру. Продолжение следует... Продолжение следует...